Всем привет! Пришли около речки и продолжаю собирать ставки лечебные. Меня Сашка бьет, потому что куча комаров! Ну больно! Вот. И вот здесь вот я собираю мяту. Потом опять буду сушить. Аромат просто чудесный. Вот. Такие дела. Потом покажу, сколько набрала. Хорошо, что в этом году около речки не так затоплено. Потому что последние 2-3 года здесь вообще не могла собрать, потому что здесь все было в воде. Поэтому в этом году мята есть. И это очень радо. Собрали вот такое количество мяты. И еще тот пакет я тоже собрала в лесу крови. Будет у нас прекрасный вкус мяча. Я могу поближе показать, как выглядит это. Вот. Вот. Когда вы видите растение, чтобы определить, что в этом мято, мы срываем и подносим к носу. И вот такой ментоловый запах. Уже можно сказать, что это точно мято. В этом, конечно, все это разложить. Нужно перебрать. Выбрать пораженные листики, которые, может быть, там, не знаю, улитка прогрызла, или, может быть, там вообще кто-нибудь сидит. Это тоже, конечно, сортировать. Сушить можно по-разному. Но хочу показать, что можно собирать такие вот пучочки и подвешивать. А подвешивать тоже, и тогда они тоже будут высушиваться. Единственное, что не надо, чтобы прямые лучи солнца попадали. Вот эти линии. У меня получилось 4 пучочка и вот такой вот подносик. Много достаточно было разной ерунды. Вот. Это уже такие чистенькие. Сейчас я их разложу вот сюда вот на великую бумажку и будет сушиться. Всем пока!